Сегодня мы с вами продолжим переводы Шарей Чува. Урок посвящается. Мы остановились на 219 главе про четверо, которые должны благодарить Всевышнего. Это Талмуд говорит про эти четверо, как я рассказывал в предыдущем уроке. Те, кто переплывали море или переходили пустыню, или болели и выздоровели, или спаслись от тюрьмы, или, допустим, похитили. В общем, эти четверо должны благодарить. И мы увидим насчет того, нужно ли говорить ту же броху, если человек в какой-то другой опасности спасся. Итак, первое, что он здесь пишет, это, кстати, все базируется на псалме. Эти четверо упомянуты в псалме в 107. Я рассказывал когда-то по комментариям Венинского Гаона, что там по Кабале эти четверо соответствуют четырям буквам имени Всевышнего и разным видам управления. Я сейчас не буду в это вдаваться. Итак, значит, пишет он, смотри Бергей Тев. Там Бергей Тев обсуждает, если ребенок спасся от опасности, должен ли он благодарить. Обычно мы дети учим делать разные брохи. Но здесь в том-то и дело, что сама Броха и Янусах, что Всевышний добр даже тем, кто не заслуживает. Что Хаявим, да, человек, может быть, не заслужил быть спасен, но Всевышний его спас. Так казалось бы, что ребенок, у него нету как бы грехов. Дальше он что-то делать не так, и у него историю он не обязан еще ничего соблюдать, пока он не будет ему мальчику 13, девочке 12. Девочки взрослеют быстрее. Как говорит там, да, Бина Йотейра, у них большее понимание. Я помню себя в первых классах, да, несравнимо, да, мальчики первых классов и девочки первых классов. Гораздо более обычно толковые девочки. Но, во всяком случае, вот с 12 и 13 только человек обязан соблюдать заповеди. Поэтому, как можно сказать, Хагомели Хаявим, когда человек не Хаявон, не виноват ни в чем. Если даже человек умирает в детстве, то это по другим какие-то причинам. Может, из-за Гилгула или еще из-за чего-то. Но, по крайней мере, не из-за своих грехов. И также и страдания в детстве не из-за этого. Поэтому, если человек спасся от опасности в детстве, то невозможно сказать, Хагомели Хаявим, то вот, так считают некоторые мудрецы. Так вот, он пишет, что какой-то мудрец, Магари Боссен, кажется, он итальянский был мудрец, Катавши Катан Еварех. Он таки считает, что даже ребенок пусть делает эту броху. То есть его учим, как все остальные брохи делают, так же и эту броху. И Катави Бирки Йосиф, шекен Нагагу Бигалил Шилагем. Говорит, Бирки Йосифе, что в их вестах у Сифардим тоже так принято, что и дети делают эту броху. У Бибинзина Тейну, но в наших странах, но хагимки Магарам Минц у Магин Аврам. Но у нас, говорит, пишет Шарий Чува, в наших странах мы следуем мнениям тех мудрецов, которые считают, что не делается броха ребенком. Еще говорит, что Так привел Ляураба тоже. Викен Катву Бишар Ефраим. И Шар Ефраим, кстати, это его брат. К законам чтения Торы он там это привел. Он говорит, что если отец делает броху для своего сына, пусть это делает без имени Всевышнего. Я не уверен, он имеет ли в виду, что вместо сына делает броху отец? Как бы, что если сын спасся от опасности, то отец может сказать, что Несмотря на то, что я не заслужил, чтобы мой сын спасся, да, Хаявим, здесь это и он сам, получается. Но ты Всевышний Добрый спас моего ребенка, может быть, это имеет он в виду. Так как мы не уверены, можно и так делать броху за сына, то он говорит, что без имени Всевышнего делать такую броху. Ну, как обычно, когда мы не уверены, то лучше сказать броху без имени Всевышнего, чтобы не было броха Леватала. Но я не слышал никогда, чтобы родители галили за детей такую броху, если это действительно он имеет в виду. Он говорит, что насчет тех, кто ходили в пустыню, он говорит, что написал Бирки Иосиф от имени кого-то мудреца. Что если человек двигается из места, да, через разные места, но он еще не дошел до конечного места своего путешествия, то пусть не делает эту броху, пока не дойдет. То есть каждый раз, когда он становится в городе, ему не нужно делать броху, что он прошел очередную часть пути. Ведь насчет пустыней, Шухонаров здесь дальше считают, что не обязательно имеется в виду пустыни. Имеется в виду вообще любые путешествия достаточно длинные. Поэтому, казалось бы, тогда, так же, как насчет Фиотадерых, многие считают, что каждый день делается броха. То, может быть, нужно было бы каждый раз, когда человек достигает очередного места посередине своего пути, тоже пусть делает броху там, потом дальше пойдет между городами. Ответ, что нет, что здесь однозначно нужно дождаться, пока дойдет до конца своего пути. Да и про Тфиотадерых, мужик, или что многие делают без имени Всевышнего, если путешествуют несколько дней подряд, то в остальные дни, кроме первого, делают без имени Всевышнего. Окей, следующее насчет Хавуш, человека, которого похитили или посадили в тюрьму, да, пленник. Какой-то мудрец. Да, здесь вопрос есть, что имеется в виду тюрьма. Тюрьма, любая тюрьма, если человек сидел в тюрьме, например, за денежных вопросов, тоже нужно делать броху, если он вышел. Или мы говорим об опасности именно. На самом деле, в старые времена можно было бы из-за денежных вопросов попасть в опасность в тюрьме. Сегодня, конечно, это не так. Американские тюрьмы, во всяком случае, достаточно безопасны для человека. И если его по финансовым вопросам посадили, то, что называют по-английски white-color crime. Грехи, да, даже не грехи, а преступления. Преступления белого воротничка это здесь называется. То есть люди, которые что-то обманывали, на таксы недоплатили, что-то, может, подделали там свой доход, бумаги по отношению к фирме, что-то в этом роде. Такие вещи сажают в тюрьму, но обычно это достаточно безопасная тюрьма. И, казалось бы, после этого, во всяком случае, если человек вышел, ему не нужно делать броху. Не очевидно, во всяком случае, этот вопрос. И в скобках он пишет. В шаме, в личном случае, при этом не важно, как все собирают, принимают все молитвы. Билла хирург. В шаме, если человек может быть, как он говорит, вам не надо, с которыми его были Мошел Венепшуй. В шаме, когда он говорит, что-то не может быть, что-то не может быть, что-то от mortа. В общем, они обсуждают тшуву великого мудреца, которого мы на другом уроке когда-то переводили немножко его тшуву. Римми Гаш, Рабьосев Мигаш. Он считается как бы учителем Рамбама, великий сифарский мудрец. И вот на уроках по вопросам и ответам решения мы когда-то посвятили урок этому мудрецу. Так вот там он обсуждает действительно в каких случаях человек, который был в тюрьме, нужно делать броху, когда вышел. Потому что с одной стороны вроде есть аргумент, что человек, который вообще не мог выходить туда, куда он хотел, не имел, так сказать, свободы перемещения, то это уже достаточно причины, что теперь когда он получил эту свободу, нужно делать броху. То есть это не обязательно, что зависит именно от опасности, что была в тюрьме. Дальше он в безопасности делал, но сам тот факт, что он не мог перемещаться куда хотел, а теперь он получил эту свободу, этого достаточно, чтобы благодарить Всевышнего делать эту броху. С другой стороны есть еще, но видимо он, я не видел всю эту тшуву, он тут цитирует только кусочками, но видимо он в результате еще приводит аргументы, что этого одного аргумента ему недостаточно, но он говорит, что еще часто связано как-то с тем, что если он не мог, например, заплатить налог, его за это, тогда нееврейское правительство могло посадить в тюрьму за то, что человек не платит налог, даже если у него нету просто чем платить, но были какие-то виды налогов, это сейчас мы платим только процент от нашего дохода, и наоборот, люди бедные, они еще получают назад больше от правительства, чем дают. А тогда было не так, тогда были определенные налоги за каждого человека, если человек не платил, могли посадить в тюрьму в каких-то странах, видимо об этом идет речь. Если потом у него появились деньги, или кто-то нашел для него, как заплатить, то это хорошая причина делать теперь броху. Не исключено, что это действительно было опасно в те времена тоже, но я не видел Чулы, поэтому я не знаю все его аргументы там. Во всяком случае, автор говорит, что если мы будем действительно ли разделять между разными ситуациями, если, например, он не хотел платить, не потому что не имел, а не хотел, хотел скрыть какие-то деньги от государства и не платил поэтому, тогда еще часто драконии были налоги, и человек мог захотеть просто не отдавать, так тогда говорим лишь, что есть разница, так он получается почти добровольно попал в тюрьму, чтобы сохранить свои деньги, а он решил лучше в тюрьме отсидеть, если об этом идет речь. Так он говорит, что что мы скажем, на тата дворе халише урим, тогда в таких вещах вообще очень сложно сделать четкие границы, когда делать броху, а когда не делать, и разделять между разными видами людей, которые попали в тюрьму за неплату налогов. В общем, как обычно, если не уверен, то делаешь броху без имени Всевышнего, как всегда. Просто барух хагомяли хаймимтовод шагмалани кольтов. И самим, а закончил он шакен ху хаминхад, что так обычай пошут, что очевидное обычаю евреев делать броху без имени Всевышнего в таких ситуациях. А нет, что-таки похоже, что делать все-таки броху после любой тюрьмы, раз был человек ограничен в своем передвижении, а теперь его отпустили, то это уже большая хацала, большое спасение, и нужно делать броху. Убимахазик браха и ви бешем шагам бенетив хаим, и сигаль магин аврам безе. В общем, говорит, что Махазик браха – это опять хида. Он больше всего, заметьте, из всех охромий, хистирует хида, который жил близко к его времени, фактически. Я думаю, что, наверное, Шар-Ичува родился до того, как хида умер. Он уже успел, видите. Гра, например, он ни разу не цитирует. Ахида он цитирует на каждом шагу. Я не знаю, попали к рему ли писание Гра, но писание Ахида явно он все время цитирует Берки-Йосеф, Махазик браха и другие части его писания. Это говорит, что здесь тоже он приводит, что другой мудрец натив хаим спорит с магин аврамом. В смысле, это магин аврам написал, что только тот, кто сидит в тюрьме, из-за Искена нефашот, что у него опасность для жизни, его там посадили за это. Но если человек сидит по финансовым причинам, ему не нужно делать броху, если он вышел. Так вот на это он говорит, что натив хаим с этим спорит. Он говорит, чтобы отец не делал броху, если, допустим, его сын попал в яму, его вытащили с живым, то отец не делал броху на спасение сына. Вот тот тажбец, который мы тоже переводили на одном из уроков по вопросам решениям. Это был из Северной Африки мудрец. У него был сын, да, извините, наверное, его сын или внук, Махараш Дуран. В общем, так или иначе, получается, были какие-то мудрецы, которые все-таки считали, что отец делает броху на сына, но он уже приводил подобное, что без имени Всевышнего, опять же. В таких ситуациях сделать. Но вот другое мнение, что не стоит. Но без имени Всевышнего всегда можно сделать. Так что, если есть какая-то неуверенность, если хочешь без имени Всевышнего сказать эту броху, то пожалуйста. Я никогда не видел, что в синагогах делали броху, хагомели, хаевим, то вот, без имени Всевышнего. Сегодня наиболее насущный вопрос, знаете, какой? Если человек летел на самолете. И есть ли разница, если он летел, например, над континентом или летел над океаном. То есть, фактически, если принимать буквально слова Хазаль, что он именно спускался в море, так сказать, да, те, кто плавали по морю, то есть лететь над морем, может быть, это тоже засчитывается. Но если летишь над континентом, там нет ни пустынь, как правило, ни тем более морей. Например, в Америке, если летишь даже через все США, то, как правило, не пролетаешь ни над пустынями, ни над морями. Поэтому вопрос, если ты летел, например, ну, бывают даже короткие перелеты, допустим, Вашингтон из Нью-Йорка, нужно ли делать эту броху? На все это есть разные мнения. Есть те, кто говорят, что после любого полета следует делать броху, есть те, кто говорят, что только если летел через океан, а есть те, кто говорят, что и в этом случае лучше без имени Всевышнего. Но я никогда не видел, чтобы без имени Всевышнего делали броху. И Сефардим тоже вот все время у нас прилетают из Израиля и делают эту броху. Но можно, если человек не уверен, попросить кого-то, кто точно должен делать эту броху, чтобы он тебя тоже включил. И ты ответишь омен, и будешь с ним йоц, и они скажут для всех, может быть, так стоит поступить. Во всяком случае, у нас обычаи вроде, когда летают через океан, что делается эта броху с имени Всевышнего. Окей, следующее у нас, что Шухонарух пишет, что есть те, кто считает, что это только относится к этим четверым, как мы сказали, то есть все остальные виды опасности, например, человек ездил по городу, но попал, допустим, в аварию Хасвишалу и не погиб, да, выжил, то тоже, казалось бы, нужно благодарить Всевышнего. Но раз Солома этот вариант не упоминает, и раз Хазарь говорили про этих четверых, то значит не относится по одному мнению. По другому мнению, к любой опасности это относится. Если человек спасся от опасности, нужно делать броху. Поэтому он пишет Шухонаруху, что пусть делают броху без имени Всевышнего, опять же. И на это пишет Шарит Шува, что Бергетев написал, что у нас обычай, говорит, ахшав на хагу, делать броху с именем Всевышнего, но его язык Бергетев мне не совсем понятен, он использует выражение «Коль мишина асэл унес», «Любой, кого было спасение чудесное». Я не думаю, что он имеет в виду давка спасения чудесное. Потому что спасение не чудесное, да, после аварии человек может выжить или не выжить, но не всегда, если он выжил, это было что-то из ряда вон выходящее, может быть, одна из ситуаций, когда он мог выжить, а мог не выжить. Есть много видов травм, которые иногда совместимы с жизнью, иногда несовместимы, и зависит от многих факторов. Поэтому я не думаю, что он имеет в виду давка НЭС. Те, кто разрешают делать броху, разрешают эту броху делать во всех подобных ситуациях, как и эти четверо. Потому что эти четверо, там никакого чуда не обязательно, чтобы было. Те, кто приходили в пустыню, те, кто приплывали в море, наоборот, большинство тех, кто приходит в пустыню, они выживают. Так что тут особого чуда не нужно, но это спасение от опасности. Поэтому НЭС, я думаю, здесь лавдавка, но имеется в виду, что, говорит, что обычай, что сейчас делать эту броху с именем Всевышнего все-таки, даже в случаях, когда человек спасся от любой другой опасности, кроме этих четырех. Так вот на это пишет... Да, и тем более, говорит, если на него бандиты напали, он спасся. Опять же, он говорит про чудесное спасение. От бандитов бывает, что человек спасается. И на это Шарид Шува пишет, что Биркийосев так не считает. Ань Биркийосев, шикотав, Бешаузет Шува, бейт-Ягуда, считает тоже, как вот это мнение, как Бергейтеф. А он сам, Вигузаль катав, Виану, Эйн-Лану, Эля, Деврей, Маран, Ливарех, Белошам, Малхуд. Мы только мнением Шуханараха следуем. В смысле, Сифардим очень сильно полагается на мнение Рабьёса Факара. Даже когда многие охронимы шкеназские написали по-другому, не Рыма, а многие охронимы, там, бывает, что Тазы, Магин Авраам как-то пишут. Для них самое главное это мнение Рабьёса Факара. Сифардим очень сильно следует его мнению. Больше, чем Ашкеназим, следует Рыма. Поэтому он говорит, А, ну Эйн-Лану, мы, говорит, Сифардим, следуем именно Рабьёса Факара. Я даже не знаю, зачем это привел Шарид Шуба, ведь в основном книга написано для Ашкеназим. А у нас Ашкеназим без сомнения обычай делать эту броху с именем Всевышнего. Но, во всяком случае, Сифардим, получается, делает эту броху без имени Всевышнего, если была другая ситуация, когда была опасность, человек спасся. Я, кстати, вижу, что Ишуха Нарух использует выражение НЭС, чудо здесь, но тоже, я думаю, лавдавка. И как мы сейчас увидим, они называли иногда чудом ситуации, которая не выходит, как говорится, за Дерехатева, то, что может происходить, и по законам природы, как говорится. Просто мы говорим, что в молитвах наших, что Всевышний, твои чудеса с нами каждый день. Вся жизнь это чудо в каком-то смысле, потому что Всевышний поддерживает нас жизнь. И то, какой мир вообще существует, это чудо, но чудо скрытное. Поэтому я могу это доказать из слов Мишнабруры в нашем же параграфе, что он пишет дальше, что также, говорит, когда он пришел на место, где совершено было чудо, это было в предыдущих главах, обсуждение, если человек на месте, в предыдущей главе, рейшиют хэт, если человек пришел на место, где было совершено ему чудо, то нужно тоже делать броху. И он говорит дальше Мишнабрура, что заметим, что это только относится, по большинству мнений, если чудо выходило за рамки, так сказать, Дерехатева. Что есть диспут, можно ли делать броху на то чудо, которое не выходит за рамки Дерехатева. У нас обычно не делается в такой ситуации, в самом деле не делается имени Всевышнего. Значит, получается, слово чудо здесь, оно в более общем смысле используется, не чудо, мамаш, а чудо в смысле, что, как мы по-русски говорим, чудесное спасение, в смысле, что Всевышний помог, человек спасся, бандитов ли, или чего-то еще. Поэтому понятно, что и Шуханаров, и Берехатев не имеют в виду, что нужно именно, чтобы было чудо, которое в прямом смысле, да, miracle, как говорят по-английски. Имеется в виду, что человек спасся и мог не спастись. Был в опасности. Окей, следующая глава обсуждает хатават халом, было специально у них в Нусах, человек, который плохой сон имел. Он обычно это перед тремя рассказывал свой сон, и бывало, что они его пытались интерпретировать в хорошую сторону, а бывало, что просто они произносили определенные стихи, и у нас в некоторых седурах это напечатано, чтобы он лучше себя чувствовал, не нервничал, люди очень серьезно относились к снам. Хотя были и мудрецы, которые не так уж относились к снам серьезно. Или, что же, сны же говорят халомот шавьедоберу, сны говорят чепуху. Но, тем не менее, многие к снам относились очень серьезно. Кстати, интересно, что в Танахе, в Библии, интерпретаторы снов упоминаются только у неевреев, у фараона, у египетского, у царя, у выходной цара Бавилонии, халдеи там ему интерпретировали сны, потом Даниэль интерпретировал. Но, во всяком случае, не находим мы где-то, чтобы, скажем, у Давида были сны, которые нужны были бы интерпретаторы или там у Шломо. Во всяком случае, это похоже было не всегда, так сказать, еврейской тематикой, но, по крайней мере, если человек нервничает, то не запретили мудрецы бояться, что вдруг сон вещий, и поэтому разрешили ему его, так сказать, аннулировать что-то плохое, если сон его беспокоит, и что там вроде намекает на что-то плохое. Кстати, какие сны плохие, какие хорошие, тоже большой вопрос. В конце, когда он проходит, есть очень много интерпретаций многих снов, которые нам бы показались плохими, а оказывается, что, наоборот, хорошие. Если, допустим, змея укусила, или что-нибудь в этом роде, многие сны там кажутся, что это что-то плохое, а они считают, что намекают что-то хорошее. В общем, сейчас я вдаваться это не буду, но в любом случае, на шарик шу, вот здесь только пишут он как-то пишет детали того, что именно говорит человеку, у которого плохой сон, видимо, вот этот нусах весь, какие там первые буквы, последние буквы, он хочет сказать, что последние буквы «иди, ешь в радости свой хлеб», последние буквы «кала». В общем, я не буду вас это вдаваться, это все дурах некоторых есть, как я сказал, я один раз в своей жизни участвовал в такой процедуре, кто-то попросил в синагоге, чтобы ему «хатаватхалом» называется, улучшили его сон, так сказать, превратили в хорошие его соны, мы ему читали, что-то, он отвечал, мы ему еще что-то читали, это все было напечатано в синагоге. Но замечу, что есть еще другой вариант, перед коинами, во время восстания коинов, когда все, так сказать, броха распространяется на весь мир, тоже человек читает, что не знает, в чем смысл сна, который он видел, и боится, и чтобы Всевышний перевернул его сны, и чтобы они были в хорошую сторону, как-то исполнились, только хорошие, как у Йосифа, и тому подобное. И это я тоже не говорю, кстати, некоторые люди рутинно это говорят, особенно среди ашкеназим, когда так редко броха коинов делают вне земли Израиля, получается, когда очередная броха коинов через несколько месяцев после предыдущего праздника, они там все это читают. А я это не говорю, потому что, как Талмуд сказал, это только для тех, кто макпит, если человек макпит, если он действительно суеверный в этом, тогда ему это разрешается, это не считается запрещенным. Но специально интерпретировать там, что мы понимаем вообще во снах, большинство снов, как говорит Талмуд, связанный с тем, о чем человек думал, у него к главе рейш-хав-гиммель. Тут разные ситуации, когда человек броху шейхияну делает, иногда готовый амитив тоже. Основной смысл, как я вам рассказывал не раз, что шейхияну вообще снаюли эту броху на много разных ситуаций. Мы ее все делаем, например, в любой праздник и также на редкие митцвы, когда Лулов, например, поднимаем в первый раз, скоро, через меньше, примерно через месяц будем поднимать Лулов во второй день суккота. В первый день у нас на субботу падает в этом году. Сделаем шейхияну, также на хануккальной свечи в первый день, еще много разных шейхиян у нас есть. Но один из случаев шейхияну, это когда человек получил, купил или купил какие-то новые предметы важные. Сегодня в основном на одежду делают эти броху, но в принципе по закону Талмуда и на другие вещи. Если там часы дорогие купил, бывают очень дорогие часы. В общем, на все это делается шейхияну. А если что-то купил для целой семьи или машину для семьи, для нескольких людей, больше одного человека получают удовольствие. Конноционер, допустим, для общей комнаты. Тогда это броха то виа митив. Что совершенно добрый творит добро, это как бы намекает сразу для нескольких людей добро сделал. Так вот, автор здесь пишет, в том числе, насчет человека, который построил новый дом. Так он пишет от имени Махазик Браха, опять от имени Хида, что выглядит, что Бирков Шехиян и Лой это имеется в виду, сейчас он, похоже, обсуждает про синагогу. Потому что Бергейтеф эту тему затронул, что если община построила синагогу, какую броху делать и делать ли какую-то. Вот. Так Бергейтеф считает, что встает посланник общины и для всех делает громко броху готовия митив. Что для всех хорошо, что у них новая синагога. Здание синагоги построили. Или перестроили, там, реставрировали. А автор Шарид Шула пишет, что нет. Не рады Бергейтеф Шехияну Лой и Варих. Кешабану Бейтакнес и Карта Кадишт Амштердам. Дараш Харав Лихийнухо Вехораши Ахазань и Варих Шехияну. Что, блядь, что... Первое мнение приводит, что броху Шехияну не делают. Готовый митив он пока не касался. Казалось, действительно, готовый митив больше подходит, чем Шехияну. Ведь это для многих людей радость. Ну, в общем, так или иначе, он говорит, что когда в Амстердаме построили синагогу какую-то, то там раввин сказал, что сделали Шехияну таки. Вера вахер хала калава. Другой раввин поспорил с этим. Вехора шило и варах. Викенда дати. Викенка тав беша тет шоу дед ягуда. Шитикануга кагаль шило и варху Шехияну. А почему ничего не пишут про готовый митив? Я не знаю, какого мнения насчет брось готовый митив, но кажется, он хочет сказать, что вообще никакую брось не делается в случае синагоги. И так кажется, действительно, некоторые поступают. Однозначно, что не делаются обе брось. То есть готовый митив делается вместо шехияну в каких-то ситуациях, когда больше одного человека получают удовольствие. Но он почему-то говорит здесь про шехияну, хотя Бергетев писал про готовый митив. Но в любом случае, у нас практически этот вопрос вряд ли возникнет. А вот когда человек строит дом или покупает дом, этот вопрос возникает. У многих в течение жизни повезло им без ра Таошем, что они купили свой дом. Так вопрос, делать ли брось? Если делать, то какую? Тут в Беру Халаха автор Мишнабрура приводит мнение хаядам, почему делается шехияну, а не готовый митив. Но сам он с этим не согласен. Считает, что если человек не один, как обычно, человек же вряд ли для себя одного покупает дом, у него семья, как правило, то тогда нужно делать брось, а готовый митив. Есть один способ простой, как добиться брось и готовый митив на всякий случай, если не уверен. А именно, я уже рассказывал об этом, что сесть в компанию хотя бы двух людей, начать пить одно вино, а потом, чтобы принесли другое вино, не хуже первого. И тогда можно будет сделать брось в Атове Митив и покрыть также покупку дома, например, или в синагоге, если уже на то пошло. Окей, Келим, насчет новых сосудов, новых предметов, которые человек купил. Другой вопрос, нужно ли делать брось на новые книги? Если человек покупает книги религиозные, нужно ли делать брось на это? Обычно книги тогда стоили очень дорого, хотя уже печать была изобретена, но все равно они стоили гораздо дороже, чем сегодня. так вот, что нужно делать брось, это явец, но обычно не таков. Но сегодня однозначно дешевые книги, которые мы покупаем, относительно дешевые, вряд ли требуют брось и жиану. Мы на одежду, которая примерно сравнима в цене, обычно брось и жиану не делаем. Виим Гамар Сефира, если он сам закончил книгу, то есть он автор книги, объектива, бехи душей Тора, он написал книгу по каким-то открытиям Торы, какие-то своих и души. Коль ши кен бехат паса, тем более, если он напечатал кота в мороксе шейварах, тогда делается броха, что такая радость для человека, для автора, что его книга напечатана. У бемехазик браха, у мехазик браха, кота в шейварах, бело шамахут, а хида, как обычно, беспокоится о брохе Леватала, поэтому, говорит, без имени Всевышнего сделать броху. Шихаев леодот лаашем аль шезикаху ликах, что это он обязан благодарить его жня, потому что тот ему дал такую возможность закончить книгу и напечатать. У баль кдулый трума, какой-то другой мудрец, бе гамар хат паса та сефер, дараш бирабим ли шевах ашем шезикаха ла ках, кемошен имар бе сефер бина ле и тим, говорит, какой-то мудрец, когда он закончил свою книгу, он сделал драшу публичную благодаря Всевышнего за такую возможность. Так же человек стал великим лидером, его назначили каким-то директором, каким-то, видимо, главой синагоги, допустим, Панас, Габай, тоже, говорит, следует, Ораав, раввином сделали его, назначил какая-нибудь община его раввином, тоже, говорит, нужно броху сделать. Ешли варех, ввело шамаху, но без имени Всевышнего. Опять же, есть неуверенность, поэтому без имени Всевышнего. Есть, кстати, известное мнение Баха, что Шейхияну там не относится броха леватала, если человек делает, когда он доволен, в смысле, что в других случаях обычно мы не уверены, если делаем броху без имени Всевышнего. Но в случае Шейхияну, Бах считает, что невозможно сказать броха леватала, если человек действительно доволен, то это не будет броха леватала. Поэтому там вот говорит, что, например, на новые фрукты, если хочешь, можешь делать броху, что это не обязательно, но если хочешь, человек радуется. Я здесь пуду, на самом деле, что имеется в виду, что значит, если человек радуется, он тогда обязан сделать броху, или он имеет право сделать броху, если он радуется, увидит новые фрукты и урожаи. Во всяком случае, что Шихияну это особый случай, по мнению Баха, исключение, и можно делать броху, даже когда для других людей это была бы неуверенность, но для тебя это в радость, так ты делаешь броху. Но видите, все эти авторы, похоже, так не считают, поэтому, например, человек, который радуется, что вы назначили раввином, или что он купил, что он издал книгу, все эти случаи, он говорит, без имени Всевышнего делать брохи. Но нужно признавать, так сказать, доброту Всевышнего, да, что он дал мне такие возможности, и Мороксе, говорит, Хейри Харбе, говорит, Мороксе долго подробно это все описывает, также, говорит, насчет того, что если человек женился на женщине, и у него, и у нее есть имущество, да, она богатая, богатая жена, невеста, то, говорит, делается броху, а то веометив, что и вам ой, что ли, хорошо? Не совсем понятно, но у него-то эти деньги уже были. А кажется, обычай не таков. У нас на свадьбе некоторые берут новый талит и делают на него броху Шахьяну и включают, как бы, радость самой свадьбы. Окей, последние здесь слова Шаритшува, это насчет того, что Шахунаров написал, что когда человек надевает новую одежду, делает броху Бамбишарумим. Но у нас обычай не таков. У нас обычай, что мы утром делаем эту броху, и полагаемся на это, и не делаем специально на новую одежду, которую купили. Ну, смотри, говорит, Илья Ураба, бинян халвашит наарим мибуар, мибуар, ши-ягдим, молбишарумим, ли Шахьяну, векен мистаб. Кажется, хочешь сказать, сначала делается броху Малбишарумим, а потом уже Шахьяну. Ну, в любом случае, как я сказал, у нас обычай, что можно специально надеть эту новую одежду именно утром, что когда делаешь броху Малбишарумим, на это положиться. Но никогда не слышал, чтобы делали отдельно броху Малбишарумим на одежду, которую впервые надели, если днем, да, в течение дня человек надевает. Не знаю. Может быть, действительно кто-то делает эту броху. И на этом я на сегодня закончу. Да, у нас статьи Шахьяну не все делают на новую одежду. Тем более, что это, опять же, зависит от того, насколько человек радуется. Поэтому сегодня, когда одежда достаточно дешевая в Америке, во всяком случае, очень редко бывает, человек покупает такую дорогую одежду. Может, женщины иногда платья покупают очень дорогие, да, какие-то костюмы дорогие. В общем, если человек купил что-то дорогое, да, Хасид там купил, допустим, из дорогого материала, субботний костюм или Штраймал, тогда, наверное, да, Шахьяну требуется на такое. Но вот большинство моих одежд, например, они стоят как максимум два часа работы. Поэтому мне кажется, это такая большая радость, что купил там себе какой-то сюртук за 50 долларов или чуть дороже. И на этом я на сегодня закончу. Урок посвящался у Лихоу Шлема, у Ли Астахаду Холи Нимшель, Хадаса Батахуба, в Холи Сраине.